Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях полуавтоматический проигрыватель фирмы GVC, модель QL-A200. Проигрыватель находится в очень хорошем внешнем виде, практически коллекционный. Можно, конечно, немножко заполировать чуть-чуть вот тут вот мелкие дефекты крышки, но даже без этого крышка в очень хорошем состоянии и даже практически не пожелтела. Также проигрыватель находится почти в идеальном техническом состоянии. Единственный дефект небольшой есть треснул держатель, пластмассовый держатель Тонарма. Но это не самая большая беда. По информации из интернета, производитель производился в 83-84 года прошлого века. Проигрыватель двухскоростной 33-45, полуавтоматический. Это значит, что установка Тонарма происходит вручную, но автостоп возвращает Тонарм на стойку. Проигрыватель оборудован прямым приводом GVC с кварцевой стабилизацией. Скорее всего, этот привод точно такой же, как в модели GVC QLF61, которую я показывал ранее. То есть это так называемый Double Servo Quartz Lock Direct Drive. Хотя конкретно в документации это не написано, но я думаю, что это именно так. В отличие от модели QLF61, здесь нету регулировки оборотов вращения, а проигрыватель работает только с кварцевой стабилизацией. Я считаю, что для бытовых проигрывателей это более чем разумно. Вот здесь есть индикатор Quartz Lock, который включается, когда проигрыватель выходит на заданные обороты. Сейчас мы поднимем Тонарм, вот, включим. Вот, видите, загорелся кварцлок. Если я сейчас приторможу, он погаснет, отпущу, снова поедет. Вот, он показывает то, что обороты держит стабильно проигрыватель. Что здесь еще? Выбор скорости вращения 33-45, клавиша ручного подъема, опускания Тонарма. Здесь все чисто механическое. Автостоп работает от центрального привода. И клавиша еще стоп, которая приводит к возврату Тонарма на стойку в процессе воспроизведения. Значит, достаточно интересно реализован антискейтинг. Значит, антискейтинг в виде не обычного круглого позиционера, а в виде линейного ползунка. Причем здесь отдельно для антискейтинга для сферической и эллиптической иглы. Проигрыватель оборудован звукоснимателем Эксель Е70С. Ну, вот он мне попал прямо уже в таком состоянии. И даже есть в наличии чехольчик для этой иглы. Ну, родная игла вполне приличная. Это сферическая игла. Ну, и помимо этого в нашем распоряжении есть вот такая вот иголка для этого проигрывателя. Ну, это уже эллиптическая игла. Я ради интереса сравнил звучание той и другой иголок. Но, на мой взгляд, иголка эллиптическая звучит немножко более звонко. Но хотя мне больше по душе звук сферической иглы. Ну, на той пластинке, которую я слушал, надо сказать, это, наверное, не сильно заметная разница. Проигрыватель снабжен независимой подвеской и тонар-двигатель подпружиненный. Ну, такая технология позже применялась в очень многих проигрывателях. И GVCD исключение. Такая подвеска значительно уменьшает влияние вибраций от стола, на котором установлен проигрыватель. Сегодня мы будем слушать вот такую пластинку. Хит-67. Эта пластинка была выпущена фирмой Philips в 1967 году. Оркестр Франк Купер играет лучшие мелодии 1967 года. Ну, и в соответствии с законодательством Российской Федерации, все фонограммы, выпущенные более 50 лет, находятся в общественном достоянии на территории Российской Федерации. Ну, значит, использование этой грампластинки не рушает ничьих авторских прав. А сейчас мы посмотрим, как все это работает. Поставим пластинку. Вот тут снимем чехольчик с иглы. Поднимем тонарм. Теперь подведем на пластинку. Началось вращение. Опустим тонарм. Сейчас будет, начнется воспроизведение. Снова поднимем, переставим. В любой момент можно поднять. Микролифт, как вы видите, работает очень хорошо. И сейчас мы увидим работу автостопа с возвратом на стойку. Вот. Я поставил максимально туда. Сейчас к центру подходит тонарм. Сработал автостоп. Вот он вернулся на стойку. И опустился. И проигователь включился. В заключении, как обычно, мы послушаем эту грампластинку. Ну, фрагмент с этой грампластинки. Хочу еще раз напомнить, что все фонограммы с этой грампластинки, выпущенные в 67-м году, находятся в общественном достоянии на территории Российской Федерации. Спасибо. Спасибо, бро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА